Всем привет, с вами Егор Ярушин и у меня правда нету времени записывать полноценный ролик с монтажом там и так далее, поэтому сегодня будет ролик в моем неповторимом стиле поток сознания, поэтому я просто поговорю на тему, которая у меня сегодня есть, которую вы уже прочитали в названии, почему умирает Metalcore как жанр, но сначала я хотел бы поблагодарить вас за то, что на моем канале уже 2 миллиона просмотров в общей сложности, то есть второй миллион пришел за год, первый миллион пришел за сколько, за 10 лет, сколько у меня был канал, последний пришел за год, поэтому большое спасибо вам за это, однако или от меня отписываются люди, или ютуб опять коцает моих подписчиков, однако в любом случае, значится, у меня падают статистики, поэтому если вы еще не подписаны или если даже вы уже думаете, что вы подписаны, на всякий случай проверьте, возможно ютуб вас отписал, да, вот именно такие проебы у меня в речи сегодня будут, из-за того, что я не буду ничего резать, вы хотя бы поймете, как я по-настоящему говорю, как дурак, вот, в честь 2 миллионов, значит, просмотров на канале, я весь май буду выпускать ролики каждый день, в прошлом году я делал March Madness в марте, в этот раз в мае, я пока что не придумывал какого-то супер-пуперского названия, я думаю, что это просто будет называться Ярушин каждый день, ролики будут выходить каждый день на абсолютно разные темы, от там политики до музыки, просто моей жизни, каких-то моих душевных переживаний, поэтому, да, подписывайтесь на канал, если ждете, ставьте этому видео лайк, было бы неплохо все-таки набрать 1000 лайков, потому что я вам уже даже и рэп за 1000 лайков предлагал, все никак не можете набрать, вот, поэтому с этим закончили, теперь на, собственно, тему, про которую я хотел сегодня поговорить. Значит, Metalcore мертв, если вы этого не знаете, если вы не заметили, то вы просто слепой или тупой, или, там, не знаю, у вас синдром Дауна, однако, этот жанр очень сильно увял за последних несколько лет, а в 2017 году, если кому-то сказать о том, что ты и твоя группа играешь Metalcore, то, скорее всего, все покрутят пальцем виска и покажут тебе кукиш и будут считать тебя дураком. Я сейчас, разумеется, не говорю про огромные команды, типа, там, Devilverse Prada, да, Architects и так далее, кто там еще есть, я даже не помню, Caliban, там, вот, команда вот такого сорта, разумеется, это ребята, которые еще во время MySpace набрали себе такой жир, такой популярный, что на них будут ходить теперь до конца времен. Однако, я, вот, то есть, любого из вас прошу, и даже не то, что прошу, я даже просто спорю с любым из вас, что вы не сможете мне в комментариях к этому ролику написать ни одной новой команды, которая начала играть Metalcore, не добилась каких-то там высот, да, в этом плане, то есть набрала там миллион просмотров, там, лайков на Фейсбуке, ездит какие-то огромные туры, но это новая команда, которая возникла, значит, год или два назад, но при этом вот играет Metalcore и добилась всего этого. Так вот, это так, давайте просто вот считаться с этим, это действительно так, Metalcore загибается. Теперь вопрос, почему Metalcore загибается? Я могу это объяснить очень просто. Дело в том, что, как и с любой вещью, которая набирает популярность в какой-то определенный момент, момент, все начали играть в свое время Metalcore. Значит, в Штатах это был 2006-2007 край, 2008 год, в России, разумеется, все сдвинуто немножко по времени, поэтому там, типа, Metalcore достиг своего пика, наверное, в 10-м, в 11-м, здесь в Чехии, да, в 11-м, в 12-м, в 13-м максимум. То есть даже здесь, в непродвинутой георапейской Чехии на Metalcore уже всем насрать. Так вот, каждый раз, когда возникает вот такая вот хайповая фишка, которая модна сейчас, и которая, то есть, ну вот ты, как, например, музыкант, или даже как слушатель, ты вот видишь команду, которая тебе нравится, видишь ее фишки, и как минимум, как музыкант, ты говоришь себе, о, так я, наверное, так же теперь буду играть, наверное, я столько же популярности наберу. Твои друзья тоже услышали эту группу, тоже решили так, а потом, то есть, группы смотрят еще и на вас, и видят, и такие, а, о, боже, как круто, давайте-ка еще брейкдаунов сыграем. И вот таким вот образом жанр истощается, и он истощается очень быстро. А Metalcore, если так посмотреть, никогда не был особо умным жанром. Я, конечно, не имею сейчас в виду всякие команды, типа, которые играли прогрессив, Metalcore, типа, там, Human Abstract, да или тех же самых Architects, которые, ну, несмотря на то, что мне кажется, что они очень сильно повторяют себя, и крадут сами у себя в последнее время, тем не менее, играют что-то интересное. Нет, я имею в виду кондовый Metalcore с рифаками через шестую, там, и так далее. Сколько лет можно это слушать? Немного, перед тем, как это тебя задолбает, задолбит, заебет, в общем, короче. Именно поэтому сейчас, если группа собирается и начинает играть в Metalcore в 2017 году, ну, абсолютно все считают их дурачками. И все смеются над брейкдаунами, я смеюсь над брейкдаунами, над брейкдаунах, а потом через шестую струну рифаках, ну, просто потому, что это настолько часто использовано было, что мне кажется, что даже в Симпсонах уже был эпизод, в котором была Metalcore группа. У вас может возникнуть вопрос, ну, вот, например, Эмма, да, пост-хардкор, настоящий пост-хардкор, не тот, который с брейкдаунами, он тоже умирает, то есть, возможно, у него еще какое-то вот последнее дыхание осталось, но, тем не менее, попробуйте собрать сейчас группу с электроникой и брейками, и посмотрим, насколько сильно популярными вы будете даже в своем городе, не говоря уже про мировую сцену. Так вот, если говорить про настоящий пост-хардкор, вы можете сказать мне, а как так, что вот он не загибается, в отличие от, там, Metalcore, а ведь он дольше существует, там, и так далее. А я скажу вам, почему. Суть заключается в том, что это жанр, который полон фишек. Эти фишки, то есть, там, разные аккорды, можно совершенно все это по-разному сыграть, можно придумать разные вокальные партии, в то время как в Metalcore у тебя есть значит, в куплете, и есть вот в припеве, и это все. Потом у тебя есть Сколькими разными образами, образами вы можете это сыграть. Немногими, в отличие от, да, пост-хардкора эмо, которая, то есть, ну, аккордов на гитаре просто, вот, до хера. Вот такой вот видос, если вы согласны со мной, да, ставьте лайк, если не согласны, ставьте дизлайк, это все равно повышает статистики. И пишите свои комментарии с самыми крутыми новыми Metalcore командами. Это самое важное правило, что это должны быть новые группы, о которых я еще не слышал. И которые новые, но при этом собирают бешеный хайп, играя Metalcore. Вот это самое важное правило. Если вы хотите меня переспорить, разумеется, в комментариях я буду отвечать каждому из таких людей. Вот, еще перед тем, как прощаться, я хотел бы попросить вас. Если у вас нет в Твиттере, зарегистрируйтесь на Твиттере и подпишитесь на меня. Ссылка будет в описании, потому что скоро я буду делать там масштабную, масштабную акцию в Твиттере. Поэтому, да, было бы очень мило с вашей стороны подписаться на меня. С вами был Игорь Ирушин. Вот такой вот поток сознания на сегодня. Ставьте большие пальцы вверх. Это я уже говорил. Подписывайтесь на канал. Это, по-моему, тоже уже говорил. Пишите комментарии. Это тоже я уже говорил. В общем, пока.